Приветствую друзья, с вами вновь Тимур Гаранин. Уже несколько раз меня просили сделать ролик об антеннах 5 восьмых лямбда. И сегодня, наконец, я освещу эту тему. Но перед тем, как переходить к антеннам 5 восьмых лямбда, сначала нужно рассказать про эволюцию антенн GP. GP означает Ground Plane, то есть горизонтальная плоскость. Задача антенн GP – распространять сигнал во все стороны по горизонту, но не вверх и вниз. Рассмотрим последовательность развития антенн GP. Всё началось с полуволнового диполя Герца. Он умеет распространять сигнал во все стороны по горизонту и всегда согласован с 75-омным кабелем. Но у него есть ряд проблем. Первая проблема диполя Герца в его диаграмме направленности. Он испускает сигнал не только в горизонтальной плоскости, но и вверх и вниз, где корреспондентов у нас нет. Следовательно, часть излучаемой энергии тратится зря. Вторая проблема состоит в том, что вся статика с диполя Герца идёт прямо в кабель. Никакой грозозащиты здесь и в помине нет. И третья проблема состоит в том, что диполь состоит из двух половин. Установить подобную антенну для средних и длинных волн – это большая проблема, так как каждая половина может достигать длины в несколько метров и более. Поэтому от диполя перешли к монополю. Самая известная и простая GP-антенна – это четвертьволновый штырь. Это просто стержень или проволока длиной в четверть волны. К нему подключается центральная жила 50-омного кабеля, а оплётка кабеля в простейшем случае подключается к земле. Если нет возможности подключить оплётку к земле, тогда применяют противовесы. Стержни длиной чуть меньше четверти длины волны, расположенные кругом под некоторым углом к горизонту. Регулируя этот угол, можно делать диаграмму направленности более узкой и поднятой над горизонтом. Чем больше противовесов, тем равномернее диаграмма направленности в горизонтальной плоскости. Однако у четвертьволнового штыря всё равно остались проблемы. Нет никакой защиты от статики, и диаграмма направленности всё ещё слишком размазанная, из-за чего в нужном направлении, по горизонту, мы получаем недостаточное усиление. Поэтому следующим шагом в эволюции GP-антенн стали полуволновые штыри. У них действительно более плоская диаграмма направленности и, следовательно, больший коэффициент усиления в горизонтальном направлении. Но есть и серьёзные нюансы. Как мы знаем, согласовать полуволновый отрезок с кабелем напрямую практически невозможно. Потому что кабель подключается в точку максимума потенциала, где реактивное сопротивление антенны значительно больше активного. Поэтому для подключения полуволнового диполя к кабелю используется трансформатор сопротивления. С одной стороны это неудобство, с другой стороны это даёт некоторые существенные преимущества. Во-первых, кабель с антенной гальвальнически развязаны, статика не попадает в кабель. Во-вторых, так как на выходе трансформатора минимум тока и максимум потенциала, то нижний конец выходной обмотки можно подключать к заземлённой мачте. Это решает проблему грозозащиты полностью. В-третьих, противовесы здесь не нужны, так как весь ток протекает внутри полуволнового отрезка. Даже если часть тока будет затекать на мачту, это никак не скажется на симметрировании. Диаграмма направленности уже достаточно сжата в горизонтальной плоскости, но её можно сделать ещё более узкой. Именно для этого применяют антенны 5 восьмых лямбда. Как понятно из названия, длина их штыря равняется 5 восьмых длины волны. Странное число. Почему не 3 четверти лямбда? Что было бы вполне логично. С этим мы разберёмся далее. Как мы уже знаем, делать полотно антенны длиннее половины волны бессмысленно, потому что направление тока меняется каждые полпериода, каждые полволны в полотне. Однако в антеннах 5 восьмых лямбда полотно действительно больше половины длины волны. К чему это приводит? Диаграмма направленности становится более узкой, но она приподнята над горизонтом градусов на 15. Именно потому, что нижняя часть полотна содержит противонаправленный ток. Но зато в максимуме диаграммы направленности усиление получается самое большое по сравнению со всеми предыдущими GP антеннами. Так как длина антенны больше половины волны, но меньше 3 четверти, то антенна обладает емкостным сопротивлением. Для нейтрализации емкостного сопротивления, как я уже объяснял в ролике про согласование удлинённых и укороченных антенн, мы используем согласующую индуктивность, индуктивное сопротивление которой равно по модулю емкостному сопротивлению штыря. Так как сама индуктивность содержит провод определённой длины, то с его учётом суммарная длина полотна как раз стремится к 3 четвертям и активное сопротивление к заветным 50 Ом, что позволяет без дополнительных устройств антенну согласовать с кабелем. Более того, изменяя длину провода индуктивности, можно менять длину участка с контртоком в стержне, тем самым управляя диаграммой направленности антенны. Если же на входе индуктивности мы не получаем заветные 50 или хотя бы 75 Ом, тогда придётся использовать согласующую LC цепочку. Оплётка кабеля заземляется напрямую, если есть такая возможность. В противном случае используются, как обычно, противовесы длиной чуть меньше четверти длины волны. Кроме простого варианта, можно встретить вариант подключения антенны 5 восьмых лямбда через трансформаторную связь. Оплётка кабеля подключается к нижнему концу индуктивности, туда же подключаются и противовесы. К верхнему концу индуктивности подключается штырь. А центральная жила кабеля подключается к одному из витков внутри индуктивности. Этот вариант сложнее и требует более тщательной настройки в резонанс. В принципе антенна 5 восьмых требует более точной настройки, чем другие GP антенны. Но за счёт резонанса и узкой диаграммы направленности получаем более чистый приём. При смене частоты работы необходимо изменять длину штыря, чтобы он снова соответствовал 5 восьмых лямбда. Антенна узкополосна, но она хотя бы перестраивается изменением длины штыря, что невозможно, например, для коллинеарных антенн, которые нельзя перестроить по частоте. Изготовить полотно антенны можно как из металлических трубок, например, сделать телескопическую конструкцию, так и из провода, натянутого на диэлектрическую мачту. Медь и алюминий будут работать одинаково хорошо. Материал индуктивности стоит подбирать с учётом максимальных токов, текущих через неё. А сейчас сделаем выводы. Антенна 5 восьмых лямбда – это GP антенна со штырём длиной примерно 5 восьмых длины волны. Диаграмма направленности антенны 5 восьмых лямбда самая узкая среди GP антенн и поднята над горизонтом примерно на 15 градусов. Антенна 5 восьмых лямбда узкополосна и требует настройки в резонанс. За счёт узкой полосы и плоской диаграммы направленности имеет самый большой коэффициент усиления среди GP антенн. На сегодня это всё, дорогие друзья. Надеюсь, я ответил на все вопросы, которые относились к этому типу антенн. Другие вопросы и предложения для следующих роликов оставляйте в комментариях. Делитесь роликом, если считаете, что он был полезен. Всем удачи!